Микс Ньюс. Каждый вторник после 14 часов. В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема». Её ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук. Аналитическая программа. И что же это означает? Обзор важнейших событий Латвии и мира. Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире. Слушайте на Радио Болтком «Есть тема». У нас одна минута, слушай, последний вопрос. Добрый день, сегодня вторник. В эфире программа «Есть тема» в студии Александр Полищук и Вадим Полищук. Мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и мире. У нас есть телефоны прямого эфира 67-212-939 и 67-213-939. Начнем мы сегодняшнюю программу. У нас с самой актуальной новостью, новость сегодняшнего дня. Это оглашен приговор по делу Залитутской трагедии. Суд оправдал всех обвиняемых. Срок, реальный срок, 6 лет тюремного срока, получил только инженер-строитель Ивер Сергиц. Пострадавшие, точнее, их представители, родственники в знак протеста покинули заседание суда. Причем нужно отметить, что вердикт суда будет оглашаться весь день. Может быть, даже и на следующий день, как мы узнали из новостного блока, там происходит раздел компенсации. Но, опять же, поскольку все остальные обвиняемые были оправданы, то получается, что 2 миллиона евро в виде компенсации нужно будет возвращать именно этому Ивер Сергицу. Осужденному, обвиненному уже инженеру-строителю. Социальные сети негодуют. То есть, удивление представители организации пострадавших также считают этот вердикт фарсом. И, ну, лично у меня очень смешанные чувства. То есть, с одной стороны, наверняка судьи чем-то руководствовались, вынося это решение. С другой стороны, все-таки меня смущает слово «оправда». То есть, эти люди, они не получили условные сроки, они не получили какие-то ограничения занимать свои должности, они признаны абсолютно невиновными. И, как, опять же, правильно, наверное, заметила представитель адвоката пострадавшего, что трудно представить, чтобы один человек был виновен в такой огромной трагедии. То есть, он не единственный был человек, кто контролировал качество строительства, подписывал документы, измерял, рассчитывал. Вот, и, тем не менее, решение именно такое. Что ты скажешь? Ну, конечно, переживание родственников и жертв – это трагедия, понять можно. Но мы, на самом деле, должны понимать две вещи. Во-первых, никто еще окончательно не оправдан. Окончательно эти люди будут оправданы только в том случае, если данное решение суда вступит в законную силу. Насколько я понимаю, оно будет обжаловаться, значит, будет, как минимум, еще одна инстанция. Во-вторых, все-таки, если мы смотрим на проблемы юридические, то, да, конечно, было очень много обвиняемых. Да, конечно, безусловно, были какие-то… Восемь человек, я считал. Да, были какие-то нарушения, потому что, значит, не было обрушения. Трагедия 54 погибших. То есть, никто не считает, что это было следствием каких-то, я не знаю, объективных причин, которые невозможно было предусмотреть. Но суд как раз должен был выяснить вину каждого обвиненного лица. И здесь, конечно, нарководство скорее юридическими аргументами. Тем, насколько доказана была эта вина. И если, допустим, речь идет о чиновниках, действительно ли они добросовестно выполняли свои обязанности. То есть, я на этот… так это или иначе, я не знаю. Более того, я скажу, что сейчас никто не знает, чем руководство в суд, потому что суд еще только продолжает зачитывать приговор. И если все-таки там 850 страниц, ну, видимо, там все-таки какие-то обоснования суд предоставит. Вот. И, конечно, я понимаю, что для Латвии эта трагедия имеет очень большое значение. То есть, оно стало таким знаковым событием, которое очень сильно повлияло. Особенно, как я понимаю, на жителей Залитуды и Имманты. Имманты, да, ближе. Вот. И где, конечно, такое количество жертв. И в некотором роде Эстония тоже пережила подобную масштабную трагедию. Правда, это было намного раньше, когда паром Эстония, да, когда, конечно, там сотни людей погибли. И очень много людей, у которых родственники или даже близкие люди там погибли. И я тебе скажу так, что там тоже официальная версия, никого не устраивает. Видимо, когда речь идет… Там были люди, которых посадили, видишь, как наказали. И так тоже получилось. Там вообще считается, что там было очень много непоняток. Тем более, что вроде как тех людей, которые теоретически могли посадить, они все вроде бы погибли. Хотя есть и конспирологические версии, которые говорят, что некоторые члены экипажа, например, те, которые несли ответственность, могли нести ответственность, тем не менее, выжили. То есть там какая-то, может быть, сильно была темная история, а может быть и нет. Я просто говорю о том, что механизмы очень похожи. То есть, когда происходит такая большая трагедия, конечно, первоэмоциональный… Когда проходит первый шок от осознания потери, то, конечно, людям хочется справедливости. А, к сожалению, если соблюдать все юридические процедуры, как это и положено в демократическом государстве, иногда справедливость такая, которая людей не устраивает. И здесь я хотел просто напомнить историю моего советского детства. Я был тогда еще довольно маленьким мальчиком, но как-то запомнилась, потому что это была очень крупная трагедия. С адмиралом Нахимовым тоже, вроде бы, казалось бы, ясное дело. Два судна не разошлись. Из-за пробоины в неудачном месте, в неудачном, погибло четыре с лишним сотни людей. Причем судно затонуло очень быстро, так же, как и паром Эстонии, кстати, потом. Поэтому такой стала масштабной трагедией. Люди, конечно, требовали сурово покарать капитанов. И председатель Госкомиссии Алиев, будущий президент независимого Азербайджана, пообещал, что нужно, наверное, хоть одного или двоих капитанов точно расстреляем. Так что не сомневайтесь. В итоге капитанам спустя на суде дали 15 лет, а потом уже при независимой России, в независимой Украине обоих их помиловали. Потому что один жил на России, другой на Украине. Чего дело вводит, что, видимо, не все было так понятно с этой трагедией, казалось бы, очевидно. И, видимо, наверное, когда президенты Украины и России принимали это решение, они руководствовались какими-то фактами, которые, может быть, не стали достоянием общественности. То есть ситуация может быть самой разной. Мы просто должны понимать, что сложные ситуации не имеют простых решений. И, наверное, нам просто нужно сейчас набраться терпения, дождаться аргументов, которые приведет суд, и потом посмотреть, как будут развиваться события дальше. Просто, опять же, гибель корабля здесь всегда есть, наверное, фактор стихии, какие-то непрогнозируемые аспекты, элементы. Но в данном случае с крушением крыши магазина «Максима», то есть есть неофициальная информация, на которую ссылается латвийское телевидение в том числе, что обрушение кровли магазина произошло из-за использования соответствующих конструкций, менее прочных, чем требовалось по строительным стандартам. Кроме того, администрация магазина неоднократно игнорировала сигналы тревоги в тот день. То есть очень четко можно установить, кто был ответственен за выбор конструкции, их проверку. Очень четко можно установить, кто игнорировал сигналы тревоги. К слову, на скамье подсудимых были и сотрудницы «Максима», и работники строя права, и также представители строительных компаний, которые… Все, действительно, им все сошло с рук. Только что меня, может быть, опять же, очень насторажит в этой истории, это не то, что мне какая-то жажда крови, что мне хочется, чтобы всех посадили, и все равно людей погибших или пострадавших ты не вернешь, и боль их родных, она не будет меньше от этого. Но тут есть с одной стороны, а, момент – это укрепление чувства недоверия, как к власти, как к судебной, так и к политической, потому что, на самом деле, по физическому ответственности за эту катастрофу тоже никто не взял, тогдашний премьер Домбровский вроде как, ссылаясь, в том числе и на историю с «Максимой», ушел тогда с должности, но все уже знали в тот момент, что ему светит пост еврокомиссара, поэтому это было, скорее всего, просто красиво обставленная пиар-сцена, не более того, никакие другие министры своей должности не потеряли, или там ответственные чиновники, мэр Риги тоже продолжал сидеть, где сидеть. То есть политической ответственности никто не взял. Теперь получается, что даже не произошло того самого прозрачного и понятного судебного разбирательства, хотя он длился очень долго, там болел судья, там были замены, там было много перипетий, почему это уже вызывало и подозрения, и сомнения. И в итоге такой приговор, который практически позволит всем тем людям, которые сидели на скаме подсудимых, продолжать свою работу, там модный архитектор Андрес Калинка, который строил этот магазин, то есть ничего с ними, в жизни этих людей, по сути, ничего не изменится. Ну да, наверное, у них останется неприятный осадок, что был такой эпизод с судом, но... Понимаешь, это как... Я понимаю тебя, но я хотел бы вернуться к своему первому аргументу. На самом деле еще ничего не закончено. У нас есть только первый этап судебного разбирательства. Ты веришь, что во втором инстанции все изменится? Я понимаю, что они еще так же, если и вторая инстанция не изменит приговор, то можно обращаться в Европейский суд правым человеком? Ну, у вас еще в Латвии, я хоть и эстонский юрист, но тем не менее знаю, что у вас еще есть третья инстанция. Ну да, да, третья инстанция. Но туда, конечно, просто дела не все попадают уже. И тогда уже, в принципе, да. То есть в данном случае, даже если, допустим, какой-то, я понимаю, родственники жертв уверены, что не было обеспечено равенство сторон в рамках судебного разбирательства, либо были как-то нарушены, грубо, их процессуальные права, то, в принципе, когда есть, допустим, гибель людей, и государство не сделало все от него завище для того, чтобы как бы наказать виновных, провести тщательное расследование, обеспечить судебный процесс, тогда, в принципе, это есть основания даже для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека по защите права на жизнь. И такие прецеденты были. Но такие же процессы длятся очень долго, правда? Конечно. То есть там тоже лет пять будут. Вот. Но я еще раз говорю, что не будем, может быть, такими пессимистами, с одной стороны, с другой стороны, понимаешь, что все, что ты говоришь, это, конечно, правильно. И я думаю, что прокуратура, которая собирала материалы, у них были хорошие основания для того, чтобы именно этих семерых, этим семерым было явлено обвинение в итоге. Вот. Но все-таки, конечно, там, если, допустим, речь идет о недоброкачественных материалах, тогда кто принял это решение, кто его санкционировал. Неужели ты думаешь, что за эти четыре года суда это не было проверено и доказано? Я думаю, что, в принципе, это ключевая проблема. И подписи стояли, кто санкционировал и так далее. Нарушили ли чиновники алгоритм действия, которым подписывают законы и другие правила? Видишь, согласно вердикту, никто ничего не нарушил. Ну, видимо, да. Все хорошо, потому что сама обрушилась. И 54... Видимо, да. То есть, иногда бывает так, что человек может быть формально виноват, а юридически его не прищучить. Ну, извиняюсь за такую низкую лексику. Ладно, перейдем ко второму теме. Почему-то она тоже такая не слишком радостная, но тем не менее. На днях глава информационного агентства Лето, Юрис Мэнс, сделал заявление в эфире телеканала Рига ТВ-24. И он сказал, что политическая среда в Латвии могла бы значительно улучшиться за счет ликвидации партии согласия. По его мнению, русский вопрос занимает слишком много места в политической повестке. Если убрать из полностью политического спектра согласия, то останутся только правый и левый, и можно будет обсуждать полезные и приятные хозяйственные и экономические вопросы. Почему я зацепилась за это заявление? Хотя, казалось бы, кто чего не говорит. Дело в том, что фактически Юрис Мэнсенш – это одна из самых влиятельных фигур в латвийском медиарынке. Поскольку есть секрет, что сами латвийские СМИ сейчас в силу кризиса финансирования, журналистов и прочего, они практически не производят оригинальной информации. Поэтому почти все и порталы, и телеканалы, и радиостанции используют те новости, которые ежедневно поставляет то самое информационное агентство Лето. И фактически руководитель этого агентства – это общенациональный медиамагнат, можно сказать. И то, что этот человек озвучил такую достаточно неординарную позицию, точнее, может быть, и довольно популярную, кто его знает, – это интересный аспект. Тем более, что, как мы знаем, близятся внеочередные муниципальные выборы. И еще интересный момент в том, что, честно признаю, что похожее мнение я неоднократно слышала и от русскоязычных жителей Латвии. Причем обычно туда в список вписывали не только согласие на Русский Союз Латвии, но позиция была примерно такая, что надоели страшно все эти этнические вопросы, сколько можно разбираться, русский латыш, кто прав, кто не виноват. Лучше бы занимались экономикой, социальными вопросами, экологию спасали. Как ты считаешь? Может быть, действительно это выход из положения? Оказывается, так тоже можно было, мы тут за 30 лет дурака валяем. Ты знаешь, всегда несколько… люблю шутить на ту тему, что согласие отрицать того, что они являются партией, преимущественно представляющей интерес русскоязычного населения Латвии, хотя это очевидно так. Но в то же время я не могу не отметить, что эта партия является социал-демократической. То есть она и левая партия, у нее есть определенная экономическая повестка, и она тоже занимает свое определенное место в политической системе Латвии. Проблема заключается в том, что она свою левую повестку не может продвигать именно по той самой причине, что она находится… ну, ее действия, в принципе, подвергаются абструкции из-за того, что они представляют русскоязычное население в какой-то степени, не таким образом, как хотелось бы другим инстримным партиям. Вот. Но это само по себе печально, потому что я, честно говоря, не знаю, какие у вас есть левые партии, действительно такие крепкие, стоящие уверенно на ногах, которые продвигают левую повестку. Даже если по каким-то там другим, не связанным с этим причинам, а другими инстримными партиями это нравится, потому что само по себе интересный факт. То есть, в принципе, если согласия не будет, то не говоря уже про проблемы русскоязычного населения, которые, может быть, не будут озвучиваться, по крайней мере, всеми, потому что всеми она хорошо представлена, возникает также и проблема с левой повесткой. Это, во-первых. Во-вторых, нужны или не нужны этнические партии? Это, во-первых, конечно, интересно. То есть, конечно, политическая теория по-разному отвечает на данный вопрос, но есть государства, в которых этнические партии существовали и прекратили свое существование. Все до каких-то объективных причин. Например, в Эстонии. В Эстонии, ну почему? Потому что там была мейнстримная партия, которая боролась за русскоязычный электорат и которая была готова представлять его интересы. Может быть, не так радикально, как это делали этнические партии, но, тем не менее, она это делала. И даже была готова подвергаться критике других мейнстримных партий. Это центристская партия, может быть, кто знает из радиослушателей. Есть страны, которые, ни всякого сомнения, являются демократическими. И никто не ставит под сомнение развитость их демократических институтов, устойчивость их. И те, где, не менее, этнические партии не то, что существуют, но и являются очень важной и активной частью политической, на политическом ландшафте. И, например, это Финляндия. И тоже интересный момент. Вроде бы законодательство Финляндии, конституция Финляндии, оно предусматривает очень многие права для шведскоговорящих финнов, если правильно говорить. У них много гарантий в использовании шведского языка, муниципалитетов, сфере образования. При том, что эта группа хорошо всегда была интегрирована, и, в принципе, они, на самом деле, принадлежали к высшим классам финского общества, особенно в первой половине XX века. Тем не менее, у них была политическая партия, которая представляла их интересы, и потом, которая в течение десятилетий неизменно входила в состав правительств Финляндии. И это считалось нормальным, никого это не смущает. Сейчас некоторый кризис этой партии связан скорее с тем, что просто объективным, по объективным причинам число финнов, финских шведов или шведскоговорящих финнов сокращается. Вот он, пожалуйста, пример Финляндии. И никого это не беспокоит. У меня лично в заявлении Мэзенша, мне кажется, такая логическая нестыковка. Это то, что он не предлагает ликвидировать и согласие, и национальное объединение. Ну, что было бы логично. Мы отсекаем два этнических конца, и у нас остается одна экономика. Хотя этого тоже не произойдет, потому что, как ты знаешь, все самые интересные этнические и национальные реформы у нас в последнее время предлагают как раз те партии, которые якобы позиционируют себя как умеренные правые с экономическим началом, например, новое единство. А при этом почему-то у них, именно им удается школьная реформа. А почему ты упомянул только национальное объединение? На мой взгляд, я все-таки немножко изучал вашу политическую систему. Но мне кажется, что у вас не только национальное объединение является этнической партией. Ну да, нет, я бы только что новое единство упомянула. У вас вообще степень разделенности латвийской политики по этническому признаку вообще производит впечатление большое. Даже по восточноевропейским стандартам это очень-очень необычно. То есть у вас как бы все это четко разделено. Хорошо, ключевой вопрос. Мы должны от этого избавляться? Отрицать это или нет? Потому что еще один момент, опять же, вроде даже как сам менеджер, упомянул, что нужно ликвидировать партию, убрать все вопросы из повестки дня, прекратить шествовать 16 марта, прекратить собираться 9 мая и начать решать хозяйственные вопросы. И тут вот у меня вопрос. А вот те, кому предложено прекратить шествовать 16 марта, они согласны? То есть наезд исключительно произведен на партию согласие. Я вообще считаю, что вот эти все призывы о том, что будем заниматься экономикой, не будем отвлекаться на всякие глупости, является демагогическим. Потому что если политические партии занимаются какими-то вопросами, будь то 9 мая или 16 марта, это значит, есть на это спрос общества. Значит, они представляют интересы каких-то групп. И нравится нам это или не нравится, есть и люди с крайне правыми взглядами. И в демократическом обществе, может быть, крайне правые партии мы должны не приветствовать и несколько ограничивать их возможности политически. Но тем не менее, и они в условиях свободы и демократии имеют право на свое какое-то политическое представительство. И даже лучше, когда представители радикальных взглядов имеют политическое представительство, они уходят в подполье. Тоже и касается, наверное, тоже среди русскоязычных политиков есть люди с радикальными взглядами, есть и с умеренными. И то, что людей с умеренными взглядами, но представляющие какие-то интересы какой-то группы населения, отделяемые по этническому языковому принципу, их не хотят брать в правительство, является печальным свидетельством о том, что, наверное, политическая культура Латвичу недостаточно зрелая. И когда мы пытаемся, ну так, с кавалерийского на сколько решить эти проблемы, сказать, а давайте мы что-нибудь отменим, запретим, ограничим использование языка в политической рекламе, еще что-то сделаем, и сразу на Бусс как Франция, где все независимые происхождения француза, все говорят на французском языке. Но чтобы стать как Франция, нужно иметь 200 лет демократического развития. У вас, к сожалению, нам еще до этого расти и расти. Тут еще один момент, экономика так или иначе завязана на политике. И когда, например, то же самое правительство принимает какие-то решения языковых ограничений для частного бизнеса, неважно, где в секторе образования, или просто оказания услуг, или вот те же СМИ, да, то вот как это воспринимать? Это они экономикой занимаются, или они занимаются этническим вопросом? Потому что по-хорошему не занимаются этническим вопросом, но это будет отражаться на экономике, да. И тут ликвидация партии Согласия или РСЛ вряд ли как-то на что-то повлияет. Я не вижу, как это... То есть я вообще на самом деле не очень верю в то, что действительно Согласия исчезнет, либо даже если вдруг что-то случится с этой партией, ну, любая организация может самораспуститься при желании, что это место останется вакаментным. Потому что есть какие-то объективные... Придут более маргинальные силы, это, кстати, даже видно уже по предвыборной кампании в Режскую Думу. Извини, закончу. Уже на прошлой деле появилось новое, что вот та самая там четверка отщепенцев от Согласия, которые были независимыми депутатами, они вступили в партию бывшего евродепутата Мирского, который намного более радикален, чем Согласия. Опять же, в каком-то виде явно пойдет РСЛ, может быть, еще какие-то списки появятся. То есть бороться за сердца русскоязычных будут, и это будет гораздо менее интеллигентно, чем там, и деликатно, чем это дело Согласия. То есть не защищая Согласия, наоборот, во многих ситуациях мне хочется пнуть их за беззубость по каким-то вопросам, но в то же время ослабление Согласия, которое сейчас объективно происходит, оно, к сожалению, уже очищает место для того, чтобы появлялись всякие разные маргинальные, радикальные проекты. Ну, понимаешь, есть как бы два способа решения проблем. Либо ты ее отрицаешь, ее существование, либо ты все-таки ее признаешь, и тогда начинаешь искать конструктивные пути для ее решения. То есть, к сожалению, для большинства латвийских политиков как бы русских проблем как бы не существует. Вернее, они знают, что есть какие-то сложности, но они считают, что они как бы носят объективный характер, и с учетом магистрального курса развития латвийской государственности ничего себе делать нельзя, надо терпеть. Есть те, которые, ну, как бы более критично подходят к этому самому магистральному курсу. И понятно, что пока проблемы не будут признаны мейнстримными партиями, пока они не начнут заниматься сами русским вопросом в том или ином виде, будут существовать политики, которые будут предлагать эту повестку на выборах. Не исключено, как ты говоришь, что это будут все более и более маргинальные силы или маргинализованы искусственно в латвийской политике. Но если вы не будете заниматься какой-то политикой, то эта политика займется вами. И это касается не только простых смертных, это касается и политических сил. То есть игнорирование какой-то повестки дня вовсе не означает, что проблема решена. Она просто заходит под ковер, а потом самым неожиданным образом где-то прорвется. Ну, посмотрим, как будут резать события. Но, конечно, то, что эту цитату принадлежит именно Мэнзиншу, а не просто даже какому-нибудь редактору или какому-нибудь газету, меня немного смущает. Потому что, повторюсь, что лето – это сейчас такой фактически монополист на медиарынке. Это говорит о том, что, конечно, эта мысль, видать, будет тщательно обсосана в латвийских СМИ. Но какой будет результат, мы увидим. Я думаю, что все-таки это такое wishful thinking. То есть он говорит не о том, что будет или что должно быть, а о том, чего ему хотелось, надежда, а вдруг случится. Многое зависит от согласия. Мы знаем, что сейчас партия, можно сказать, переживает очень серьезные реформы. Куда оно выплывет? Смогут ли они решить свои финансовые проблемы? Смогут ли они решить кадровые проблемы? Кто будет тем самым неизвестным лидером, опять же, на выборах в Рижскую Думу? Попадут ли в коалицию или засядут в глухую оппозицию? То есть от всего этого, кстати, тоже будет зависеть, произойдет самоликвидация или нет. Но то, что, скажем так, политическая среда от этого не улучшится, по крайней мере, в ближайшее время, мне кажется, вполне... Но с учетом бедности латвийского общества, крепкая левая партия была бы очень кстати. То есть ожидать появления нового сильного политического проекта пока не приходится. Ну, с учетом ваших изменений по финансированию партии, да. В том числе, да. Давай перепрыгнем на международную повестку. Там тоже все нехорошо, что-то на сегодня день задался. Но тем не менее в Германии завершилась Мюнхенская конференция по безопасности. Более 800 участников обсуждали самые важные события мировой политики. И главным тезисом стал новый термин «беззападность». Многие участники конференции высказывали мнение, что модель западного правопорядка находится в упадке. Я вообще поняла, что там было очень много всего интересного про Украину. Ну, не только про Украину на самом деле. То есть, конечно, может быть, с нашей точки зрения, как в стране близкой к России, все, что касается Украины, особо интересно. Но, да, там, конечно, украинская тематика звучала. И, видимо, все-таки те предложения, которые были озвучены в рамках конференции, в том числе организаторам самим конференции, теперь уже знаменитые 12 пунктов, говорят о том, что, по крайней мере, общественное мнение на Западе, если не готовят, то прощупывают его отношение к возможным переменам. А непримиримая западная позиция по поводу украинского кризиса, восточно-украинского кризиса. То есть, в этих 12 пунктах самый интересный, на мой взгляд, тот, который говорит о том, что, возможно, постепенно отмена санкций, если Россия будет выполнять Минские соглашения. Ну, здесь... Там как-то странно было с этим документом. То есть, он даже сначала появился на сайте самой конференции, потом его оттуда убрали и разработали вроде как просто какая-то группа международных экспертов, в состав которой входят представители Европы, США, БСЕ и России. Да, но в состав которой также входили... Или это есть прощупывание общественного мнения? Одни из организаторов Минской конференции. То есть, там, на самом деле... Насколько серьезно нужно воспринимать этот документ? Этот документ является именно прощупыванием общественного мнения, причем именно на Западе. Украина уже успела его заклимить, им очень не нравится именно пункт про постепенную отмену санкций, хотя, в принципе, это логично. Если какая-то сторона конфликта понуждается к определенным действиям при помощи санкций, то есть, если она идет навстречу и производит какие-то действия, эта санкция отменяется, это логично. Ну, видимо, Украина очень боится, что тут главное начать, а вдруг... Но санкции ведь не работают, даже Макрон об этом заявил. Штанмайер заявил на самой конференции. Штанмайер, да. Они не работают. Но здесь есть определенная такая логическая ловушка, в которую западные страны себя сами вогнали. Они считают, что санкции способствуют выполнению Минских соглашений. Россия не считает себя стороной Минских соглашений, и формально, юридически так оно и есть. Они являются лишь гарантом выполнения. Но считается, что они могут повлиять на сторону конфликта, то есть на непризнанные республики, и тем самым как бы гарантировать выполнение Минских соглашений. Но выполнять Минские соглашения должны две стороны. Украинская сторона и, соответственно, повстанцы, назовем их так. И проблема изучается в том, что по, в том числе, объективным внутриполитическим причинам для Украины идти на выполнение Минских соглашений, так как они записаны были изначально, и даже с учетом последующих толкований, это очень сложно, если вообще возможно, в нынешней политической конфигурации. И поэтому они ищут способ переписывания Минских соглашений, но ни Россия, ни Франция, ни Германия, на встречу Украины не идут. И мы находимся в такой интересной ситуации, когда отмена санкций России во многом зависит от того, как поведет себя Украина. А Украина ведет себя негибко. И поэтому все эти разговоры про возможную отмену санкций, которые особенно любят российские СМИ поднимать время от времени, я считаю разговором в пользу бедных, пока мы на данном этапе, потому что, несмотря на все эти высказывания, эти высказывания делались и ранее, и делались на достаточно высоком уровне, но не пойдет, я думаю, западноевропейские КССР не пойдут на отмену санкций, если по этому вопросу не будет консенсуса. Ну или, по крайней мере, ободавляющие большинство стран не будут придерживаться такой точки зрения. На данный момент этого нет. А что по поводу той самой беззападности? Вот помимо самокритики, конференция выявила какой-то новый путь, куда должна пойти Европа? Нет, конференция просто стала... Мне кажется, сам по своей интересной этот доклад, который предварял конференцию, которая всегда заявила об очевидных проблемах. Не со всеми, конечно, оценками, которые были высказаны в этом докладе, я согласен. Например, мне кажется, несколько странным недооценивать силу России на данном этапе, потому что... То есть вы можете по-разному относиться к Путину, вы можете его любить, ненавидеть, но считать, допустим, что путинская Россия, как они там пишут, является почемнгинской деревней, это, мягко говоря, странно с учетом того, как Россия эффективно может проецировать свою силу даже вовне. И мы все-таки должны понимать, что если бы страна носительно была... Как они надеются, что страна в страну внутренне слабая, и она скоро надорвется. Но пока я не вижу никаких признаков. Ну, скажем, если мы посмотрим экономическую статистику по России, то вроде никаких признаков перенапряжения нет. Там есть застой, нет даже кризиса, строго говоря. Поэтому такая недооценка стратегического партнера-противника, мне кажется, опасна для Запада. Также, как, кстати, это является проблемой, я считаю, российских экспертов, которые очень часто говорят про то, что Запад все... Как они радовались. То есть просто низкое качество экспертизы. Низкое качество экспертизы, которое связано не с тем, что эксперты глупы, или не читают текстов, или не умеют делать логические выводы. А поскольку они, в принципе, во многом отвечают на запросы властей и запросы общества. Ну вот в России сейчас, вот да, там Запад загнивается, мы молодцы, у нас все будет хорошо. Ну, это такая доминирующая точка зрения. Мы прорвемся. На Западе мы же самые крутые. Все, кто против нас, те сгинут или надорвутся. Поэтому Россия, ну, сейчас, вот, в прошлом году для Путина больше удачи, но это все, это последний год. Вот они надорвутся, и у нас все будет опять хорошо. И поэтому то, что произошло на этой конференции, само по себе знаково. Они признали, что есть проблема, которая заключается в том, что Запад стремительно теряет свое влияние в мире. И во многом это связано с тем, что нынешний гегемон единственный. Он вступил уже в борьбу не за жизнь, а на смерть со своим возможным сменщиком, с Китаем. И мы видим, что сколько было антикитайской риторики на Минске конференции, чего раньше не было. То есть, в принципе, Трамп, который ведет борьбу со своим экономическим партнером, сам номер один, и в то же время сменщиком, возможным Китаем, он пытается предотвратить этот сценарий или его замедлить. А что в этой ситуации делать Европе, это тоже интересный вопрос. Но пока, по-моему, все-таки Европа так или иначе, не то, что подыгрывает Трампа, но, по крайней мере, она пытается защищаться от всего китайского, от всего российского, даже новая регула ЕС, которая вступает в силу в конце октября, и которая так иначе затронет Латвию, которая, в принципе, направлена на то, чтобы ужесточить контроль за иностранными инвестициями из третьих стран, поэтому, что в первую очередь будут иметься в виду китайские и российские инвестиции. То есть на экономическом уровне, по крайней мере, Европа делает все, чтобы от этого влияния защититься. Это немножко шизофреническая ситуация, когда, с одной стороны, мы хотим торговать, а с другой стороны, мы боимся, потому что мы торгуем со своим потенциальным противником. В принципе, для Европы эта ситуация вполне нормальна. Они все другом и воевали, и торговали. Значит, они доверяют сами себе. Да, но вопрос заключается в том, что отрицать новые, что мы находим состояние, по крайней мере, холодной войны между Россией и Западом, странно было бы, потому что это объективно так. А, соответственно, если у нас холодная война, то на войне, как на войне. Возможно, должны быть какие-то различные ограничения. Нужно внимательно следить за деньгами, которые приходят, за информацией, которая распространяется за границей. Причем это делает не только Запад, который борется с российской пропагандой, дисформацией. И мы на таких же самых терминах определяют свои, предстоящие перед ним проблемы. Например, Российская Госдума, которая говорит о том, что Россия бедная является жертвой дезинформации со стороны западных СМИ. То есть они как бы очень одинаково понимают проблемы, обостряют. Но, в принципе, с учетом того, что они сильно находятся в состоянии такой гибридной войны, это нормально, что такие проблемы перед ними стоят. Прозвращается следующим, что могут ли они как-то прекратить эти военные действия в камеры активно и перейти к нормальной торговле взаимовыгодной. То есть на каких условиях они договорятся. Вот здесь тоже интересный момент, потому что мне кажется, что есть группа восточноевропейских стран, которые считают, что Россию надо дожать, раз уж мы начали. Есть группа западноевропейских стран, которые говорят, что Россию дожать уже не удастся, поэтому надо каким-то образом искать пути к примирению. Вот. С учетом того, что Восточная Европа становится менее и менее значимой экономически, и ее мнением явно пренебрегает при принятии важных экономических решений, как мы теперь видим, даже по дебатам о бюджете будущего Европейского Союза, я могу предположить, что скоро ее мнением во внешнеполитическом вопросам будут пренебрегать. Но пока важнейшее решение принимается консенсусом. Скорая – это какая перспектива? То есть как ты думаешь, что в следующем году на Мюнхенской конференции могут быть как-то очень сильно по-другому расставлены акценты? Ну, а как? Что должно быть сказать? То есть Макрон сказал, санкции не работают. Но я не говорю, что их надо отменять, но я просто это отмечаю. Штенмайер, да, то есть сказал, что Россию мы осуждаем, но диалог надо вести. То есть... Ну, он вообще был на самом деле настроен... Все очень плохо кругло. Он совсем неплохо был настроен к России, надо сказать. Заядлым русофобом он не был. Но проблема случается в том, что у них есть Украина, которую они должны поддерживать и защищать. Вселенскому кажется, что поддерживают и все меньше и меньше. Но даже если она им не нравится, она им все меньше и меньше нравится, потому что страна, которая с явными проблемами, которая явно зачем-то вмешалась во внутрополитические дела американцев. И из-за этого могут быть уже у Европы большие неприятности. Вот. Что нет прогресса действительно по выполнению Минских соглашений. Понятно, почему Украина... Я могу понять, почему Киеву это не надо, но я также понимаю и раздражение Берлина и Парижа, потому что, в принципе, им-то на проблемы Киева... Ну... Я не скажу, что они не так интересны, как те проблемы, которые испытывают их промышленность из-за того, что они не могут нормально взаимодействовать с Россией. То есть, видимо, конечно, какое-то будет движение, но, господи, у нас все что угодно может быть. Еще один самолет собьют, опять кого-нибудь отравят. И тогда весь позитив, который был наработан, может быть, за последний год-два, опять будет сметен новой волной общественного возмущения. Но, опять же, вопрос политики и экономики той самой. То есть, не секрет, что Европа уже реально скатилась в стагнацию. То есть, в той же Германии это уже доказано цифрами. Наверное, очень скоро мы это увидим по общей статистике Евросоюза, тем более тот же китайский вирус там не добавляет экономического роста всей мировой экономики. То есть, возможно, условно, еще один новый экономический кризис заставит политических лидеров немножко иначе, посмотреть на геополитические проблемы и те же вопросы безопасности. Твои бы слова до Бога в луше, как говорят. Но проблема в том, что, к сожалению, обычно серьезные экономические кризисы ведут не к миру, к войне. Мне кажется, что россияне как-то очень этого боятся. По крайней мере, я очень удивился, но главной мыслью, которую Лавров озвучил на Минск-конференции, о том, что мы стоим на пороге войны, нам нужно ее срочно предотвращать. Если даже россияне так считают, видимо, все-таки какие-то нехорошие тенденции происходят. И нам остается только надеяться, что экономические сложности, обозвеленное голодное население не побудит политиков западных стран, стран ЕС к какой-то нетерпимости, к негибкости международных отношений. Потому что на самом деле самые легкие выходы из кризиса это дать новый толчок экономике, международной торговле. И даже несмотря на то, что господин Трамп явно не хочет свободной мировой торговли, тем не менее есть другие крупные экономические центры, с которыми можно поддерживать конструктивные экономические связи. Я имею в виду Китай, кстати. Но мы в Европе до сих пор не можем решить, там Китай опасен или нет. Американцы говорят, Китай опасен. Ну понятно, Китай их конкурент. Конечно, он им не нравится. Конечно, Китай меньше нравится, чем американцы и европейцы. Но есть какие-то объективные вещи, и, видимо, их игнорировать нельзя. То есть уже, да, надо просто отметить, что несколько лет готовится новое торговое соглашение между Евросоюзом и Китаем. Сейчас, конечно, пошли слухи, что его планировалось, что его подпишут уже в конце этого года. Сейчас, правда, пошли слухи, что его могут подписания отложить именно, опять же, того же китайского вируса, потому что там не проходят какие-то встречи важных должностных лиц, все в карантине сидят. Но, то есть, тем не менее, пусть медленно, но, опять же, под давлением с двух сторон бизнеса и со стороны Китая, и со стороны Европы, стороны вроде как делают какие-то шаги друг к другу, чтобы упростить торговлю, отменить пошлины, барьеры, да. Но в то же время все равно, да, угрозы есть, и поэтому одновременно готовится, значит, регула о контроле за иностранными инвестициями. Это шаг вперед, по себе, может быть, регула, это не имеет какой-то смысл. А просто как она будет применяться? Как она будет применяться, да. То есть не будет ли это просто способом для недобросовестной конкуренции между государствами, осторожнать другую жизнь. К тому же, как мы знаем, что, допустим, одни государства Европейского Союза проводят довольно разную политику по отношению к каким-то третьим странам, к тому же Китаю. Кто-то вот радостно берет технологию 5G, кто-то нет. Вот. Американцы считают, что ни в коем случае нельзя этого делать. Ну, то есть там проблем много. Но Китай, как я вижу, он надеется, что он сможет как бы без войны, без каких-то серьезных потрясений просто тихо и мирно стать экономической державой номер один. Коин, может быть, он уже является, там еще это спорят экономисты. но то, что американцы будут сидеть с ножей рук и ничего не предпринимать, смотря как они теряют лидерство мировое, я бы не стал. То есть они, конечно, что-то попытаются сделать. И главное здесь, в Европе, все-таки не забывать о своих интересах. Возвращаясь под конец Мюнхенской конференции, есть вообще смысл в таких форумах, то есть вообще она как бы проводится с 63-го года, и международная дискуссионная площадка, ежегодно она собирается политических лидеров со всего мира, но если этим лидерам нечего сказать, или, скажем так, они боятся сказать, или даже более того, они могут что-то сказать, но у них нет инструментов, чтобы реализовать их страхи, опасения, предложения, то какой смысл в подобных мероприятиях? Ну, не знаю, по крайней мере, они хоть слушают друга, там вынуждены, нет. То есть некоторые критиковали Мюнхенской конференции за то, что там не было диалога, то есть там были много монологов. Возвращения, да. Да. Некоторые даже в параллельном режиме, например, Зеленский выступал в параллельном спецназме министра, по-моему, Китая. Нет, но это нормально, то есть нет, там имеется в виду, что даже на уровне, не знаю, каких-то дискуссионных площадок, которые там на полях были, но все равно это лучше, чем полное прекращение общения. Пока, не мере, стороны пришли, поговорили. Поговорили в кулуарах. Может быть, решили какие-то спорные моменты. То есть понятно, что если, допустим, и Россия, и Китай, и американцы на уровне Помпея там участвовали, и нужны говорят про европейские страны, значит, они видят в этом смысл. И смысл есть хотя бы уже в том, что стороны продолжают разговаривать друг с другом и не смотрят друг на друга через колючую проволоку. Уже хорошо. Вот. Вот на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодняшнюю программу. Это была программа «Есть тема». В студии были Александр и Вадим Полищук. До свидания. До свидания.